Добрый день! Давайте поговорим о женщинах, которые терпят к себе омерзительные отношения. Я понимаю, что психолог должен избегать выдавать критические суждения, потому что к любому из нас может прийти на приём человек с противоположной точки зрения. Это повлечёт как минимум конфликт. Как максимум человек не останется у вас в работе, человек напишет о вас гневный комментарий, будет добиваться, чтобы вы перестали работать психологом, даже возможно, и так далее, и тому подобное. Но на этом видео я же говорю как личность, как человек, а не как психолог. Тем более многие мои коллеги-психологи всё-таки позволяют себе в интернете негативные высказывания. Кому-то не нравятся курящие, кому-то не нравятся люди с недрадиционной ориентацией. И многие даже именитые психологи вполне открыто позволяют себе очень жёсткую критику, поэтому, собственно, почему я не могу себе позволить. Итак, женщины, которые терпят к себе омерзительные отношения. Сразу оговорюсь, я хорошо знаю, о чём речь. Я сама была женщиной, которая терпела к себе иногда какое-то некультурное отношение. То есть, например, я договаривалась с мужчиной о встрече, он мне мог написать, ну давай, приезжай ко мне на другой конец города и за стакан водки ты мне отдашься. Ну и вместо того, чтобы заблокировать этого человека, я могла продолжить беседу, поспорить с ним, обидеться, обрадоваться и дать какую-то ему реакцию, дать ему какое-то внимание. Сейчас, естественно, этого не делаю. Я так делала, когда мне было, наверное, 22, 18, 17. Также я могла продолжить беседу с человеком, который позволил себе меня оскорбить или в целом неуважительно выразить своё мнение о женщинах. Теперь я опять же этого не делаю. Так вот, женщины, которые терпят к себе омерзительные отношения, оскорбления, не сдерживание слова и обещаний, которые всегда уступают, всегда идут на компромисс, женщины, которые живут с теми, кто их избивает, моё мнение, они идиотки. Да, я тоже совершала эти ошибки. Я повторюсь, что нехорошо психологу позволять себе критические суждения. Но ещё раз, женщины, которые терпят к себе омерзительные отношения, идиотки. Какие бы у них ни были психологические травмы, как бы ни объяснялись добром, милосердием их поступки, они просто идиотки. И они портят общую картину всем. Потому что они портят хороших мужчин, нормальных мужчин, а тех мужчин, которых можно было бы исправить, они делают только хуже. Они могут из нормального мужика за пару лет семейной жизни сделать тирана. Не будьте идиотками. Вот и всё. Подписывайтесь, ставьте лайк.